В Бетимском небывалый урожай капусты. Фермеры планируют собрать 2,5 тысячи тонн. На 25% больше, чем в прошлом году. Все благодаря дождливому лету и модернизации, которую проводят в фермерском хозяйстве. Ульяна Шелькова призналась, столько капусты никогда не видела. В Бетимском кипит работа. На поле собирают урожай капусты. Десять человек срезают ее с грядок и закидывают на транспортерную ленту, которая доставляет овощи на место назначения. Должно быть максимально чисто, чтобы лишнего ничего не было, ни гниля, ни лишних листей книжных. И капусту, конечно, если мелочь, мы ее уже не берем. Этой весной на поле высадили 50 гектаров капусты 32 сортов. Для хранения на зиму засолочную, а также краснокочанную, пекинскую и цветную. Уборочная кампания стартовала в начале октября. Урожай удался на славу, признается директор предприятия. Капусты выросло на 25% больше, чем в прошлом году. И все благодаря дождям. Мы считаем, что она благоприятно повлияла на урожай, в частности капусты. Другие культуры, ну в частности морковь, свекла, редька, тоже прекрасно в этом году уродились. Посложнее с картофелем, потому что мы даже провели обработки против фитофтороза. Но все равно сказалось излишняя влага. Обработкой и прополкой занимались по мере необходимости. На поле выходили по 10-15 сотрудников. Основные работы выполняла техника. Пять лет назад модернизировали поливную систему. Приобрели специальную машину, которая равномерно распределяет воду на поле. Это позволяет избежать вымочки или наоборот пересыхания посевов. Груженные овощами машины отправляются в хранилище. Она находится в нескольких километрах от поля. Прежде чем упаковать капусту, ей придают так называемый товарный вид. Сначала бьем капусту, раздеваем ее на чистоты. Очеречку обрываем, естественно, все. Одну часть капусты уберут на хранение, другую выставят на продажу. Остальные овощи уже подготовлены. Картофеля мы заложили в районе 4 тысяч тонн. Капусты планируем тысячи две. Заложена уже морковь 500 тонн, свекла 200. Немного есть редька зеленая, черная. Овощи хранят на специальном складе. В этом году предприятие приобрело еще два холодильника. Вместимость каждого 400 тонн. Система автоматически контролирует температуру и влажность в помещении. Для большинства овощей комфортная температура от 0 до плюс 3 градусов. Я делаю так называемый испаритель. Я думаю, что я две штуки. Первый, второй. Без холодный воздух. Подается над капустой. Старается сено. И через технологические отверстия решается обратно. В этих холодильных камерах продукция будет храниться до следующего посадочного сезона. Такого количества урожая хватит не только жителям Первоуральска, но и всей области. Ульяна Ширькова, Александр Захаров. Хроника дня.